Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Виталий Декабрёв. После стольких хлопот с растениями нужно позаботиться и о своём здоровье. Елена Сизова расскажет, как поправить здоровье после непростого дачного сезона. Здравствуйте, дорогие дачники! Сегодня я хочу с вами поговорить о гипертонии. Если её не лечить, она чревата серьёзными последствиями, такими как геморрагические ишемические инсульты, транзиторная ишемическая атака, почечная недостаточность, расслаивающая невризма аорты и масса других заболеваний. Есть медикаментозная и немедикаментозная терапия гипертонической болезни. Одним из важных методов лечения является физиотерапия. Она безопасна и ненагрузочна на организм. Магнитное поле не обладает тепловым эффектом. Оно не перегружает сердце, как другие физиопроцедуры. Под воздействием магнитного поля происходит расширение сосудов, что ведёт к мягкому снижению артериального давления. Одновременно уменьшается частота сердечных сокращений, снижается сократительная функция сердца. Отечественный портативный физиоаппарат, который можно применять в домашних условиях, благодаря ему можно лечить гипертонию и сократить дозу принимаемых лекарств без риска подъёма артериального давления. Курсовое лечение этим аппаратом показано при первой и второй стадии гипертонической болезни. Гипертония носит хронический характер, поэтому она требует упорного лечения. Необходимо проводить повторные и профилактические курсы 3-4 раза в год, даже после достижения нормального артериального давления. Имея данный аппарат дома, вы сэкономите и время, и силы на поездку в поликлинику для прохождения физиопроцедур. Аппаратом пользоваться просто. Его необходимо включить в розетку, поместить там, где нужно. Кстати, совместно с аппаратом в комплекте идёт очень подробная инструкция по применению. Ну и всё, дальше аппарат всё сделает сам. И ещё, предположим, человек заболел и попал в больницу. За время пребывания в стационаре его поставили на ноги, но могут проявиться остаточные явления. Следовательно, если есть возможность продолжить курсовое лечение в домашних условиях, то для здоровья это будет только лучше. Но надо помнить, что перед применением необходима консультация специалиста.